Крымские ученые делятся планами в преддверии нового летнего сезона археологических раскопок. Диапазон от Денузлава до Азовского моря. В конце августа завершится изучение севастопольского участка трассы Таврида. Остальные исследования никак не будут связаны с какими-либо инфраструктурными проектами на территории полуострова. Мы изучаем город Таски-Кармен практически с 1977 года. Мы раскопали там целиком жилой квартал и часовню. И сейчас хотим начать работу в центре городища, в районе базилики и центральной городской площади. В районе предполагаемой резиденции Арханта из Таски-Кармен. У нас есть объект, который мы изучаем уже очень много лет. Вот в этом году у нас будет 51-й археологический сезон Мангубской экспедиции. Но я хочу сразу сказать, что эта цифра, этот срок, он ничего не говорит о том, что это такая монотонная работа, ничего не дающая, нет. Напротив, такой скрупулезный подход, по словам Александра Герцена, позволяет раскрыть аспекты более масштабного исторического процесса, протекавшего на обширных евразийских просторах в позднеантичной, средневековой и эпохе нового времени до начала 19 века. Что касается юго-западного Крыма, вот в этом году, дай бог, состоится наша усть-альминская археологическая экспедиция. То есть тоже та экспедиция, которая в течение уже трех десятилетий почти ведет раскопки этого уникального памятника. Это как раз та одна из немногих экспедиций наших плановых научных, которая должна быть профинансирована очень сарайским стулько-культурным заповедником. Как раз по этому поводу у нас сейчас идут переговоры. Самое пристальное внимание традиционно уделяется памятникам античного времени. Предполагаются крупные работы в поселении эпохи Бронзы на Керченском полуострове. На Юбэка затронут средневековые объекты. Будут продолжать изучение таких знаковых памятников античного времени на территории северо-западного Крыма, как городище Кульчук и городище Беляус. Последние годы активно ведутся работы и на городище Джан-Баба, расположенном неподалеку. Это будет достаточно большая экспедиция. По счастью, в ней активное участие принимают студенты Российского государственного гуманитарного университета. Собственно, студенты и спонсируют, по сути дела, эту экспедицию, поскольку тоже целевого финансирования на эти работы у нас нет. Не только недостаточное финансирование осложняет работу искателей древностей, но и несоблюдение регламента выдачи необходимых официальных бумаг, посетовал Вадим Майко. Есть в настоящий момент такие ситуации, когда нужно выезжать на раскопки, а, к сожалению, разрешительных документов так до сих пор и нет. Вот я этот вопрос неоднократно задавал в самом департаменте. Мы по этому поводу писали письма руководителю департамента культурного наследия Министерства культуры. Очень надеемся, что он с мертвой точки сдвинется. По мнению эксперта, процесс выдачи бумаг должен быть закреплен за профильной организацией Институтом археологии Академии наук России. Анастасия Сухарева, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ.